МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канала Россия 24 продолжит Вести Хакасии. В студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Голодовка транспортников отменяется. Автобусы в Абакане 16 декабря выйдут на линию в обычном режиме. Кроме этого, они встречались с представителями Горсовета и мэрии. Представители обратились к депутатам Абаканского Горсовета с просьбой исключить из проекта положения о пассажирских перевозках ряд пунктов, которые их категорически не устраивают. Сессия Горсовета, на которой должно приниматься резонансное положение, намечена на 24 декабря. Владельцы автопарка надеются, что депутаты прислушаются к их обращению. Напомним, конфликт дошел до крайней черты, когда по требованию антимонопольной службы городские власти исключили из положения пункт о преференциях и фактически сразу после Нового года должны были пройти первые конкурсы. Предприниматели в знак протеста объявили, что с 16 декабря они бастуют и начинают голодовку. Сейчас ситуация в корне изменилась. Забастовки не будет. Завтра пассажирам городских маршрутов начнут раздавать листовки с информацией об этом. Сотни тысяч листовок уже отпечатаны. На сегодняшний день перевозчики обратились в городской совет депутатов с просьбой об исключении всевозможных коррупционных пунктов, которые считают предпринимателей коррупционными. Естественно, что надеются на депутатов городского совета, что исключат какие-то там всевозможные критерии, которые подозрительные, скажем, да, либо коррупционные. С понедельника автобусы будут работать в обычном режиме. Акции протеста не будет. Естественно, что перевозчики вступили, обратились к депутатам городского совета. Сегодня в Саиногорске прошло первое заседание суда по делу об убийстве Марины Элистратовой. Напомню, молодая девушка пропала в начале сентября. Через две недели ее обгоревшее тело нашли в поле в Бейском районе. Все улики сошлись против главного свидетеля, гражданского мужа. Сегодня он на скамье подсудимых. Из зала суда Ольга Стельмах. Нервное напряжение в зале. Родственники погибшей стараются держать себя в руках. Ведь неделю назад заседание уже срывалось. Матери Марины Элистратовой от шокирующих подробностей убийства ее ребенка стало плохо. Указанные повреждения носят характер прижизненных. Возникли не менее, чем от одного воздействия тупого твердого предмета. Дочери нет, внуки сироты на скамье подсудимых зять. Об этой семейной драме в сентябре узнала вся Хакасия. Ушла платить за садик и не вернулась. Версию исчезновения жительницы Саиногорска оперативники отрабатывали две недели, пока не нашли у обочины дороги сожженное тело. Под стражу взяли сожителя Марины Элистратовой, отца ее младшего сына Евгения Серых. Именно он заявил в полицию, придумал легенду исчезновения и все это время якобы содействовал следствию. Первыми неладное почувствовали родственники. Через сутки подправила, что что-то уже плохое. Жизнерадостная молодая девушка. Хладнокровность и расчетливость преступления шокируют. По версии следствия, 35-летний Евгений Серых убил Марину в присутствии двух детей. Старший сын четырех лет находился на балконе, младший спал в соседней комнате. Во время ссоры мужчина ударил жену чайником по голове и задушил. Затем замыл следы, поместил тело в сумку, вывез на пустырь, облил бензином и сжег. После зверского убийства спокойно уехал на работу. Сегодня ему грозит срок от 6 до 15 лет заключения. Осиротевших детей, а младшему нет и года, на попечание взяла двоюродная сестра Марины Элистратовой. Собственных у нее 4 ребенка. Однако это нисколько не напугало многодетную мать. В сентябре месяце воспитываем. Младший ребенок уже мамой называют, папой. Что на самом деле случилось с их родителями, об этом дети узнают, заверила Ольга, не раньше, чем окрепнет их психика, чтобы принять тяжелую правду. Ольга Стельмах, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. К юбилею Конституции студенты и преподаватели юрфака ХГУ собрались, чтобы обсудить положение с правами человека в Хакасии. По мнению участников круглого стола, прав продекларировано много, но реализовать их в полной мере удается не всем. И это не только результат противодействия чиновников, но и элементарная юридическая неграмотность. Права граждан в Хакасии защищаются по нескольким направлениям. Третий год в республике существует Институт уполномоченного по правам человека. И каждый месяц к нему на прием приходят до 100 жителей республики с жалобами на действия властей силовиков коммерческих структур. Любой человек, который приходит с вопросом о нарушении своих прав, он обязательно должен этот вопрос расследоваться всесторонне, полно и объективно. Нередки случаи, когда гражданин, пытаясь отстоять свои права, тем самым не соблюдает интересы других людей или своими действиями нарушает баланс прав и обязанностей. Я придерживаюсь мнения, что никакое право не может существовать без обязанностей. И до тех пор, пока декларация прав не сопровождается декларацией обязанностей человека, об эффективной реализации прав будет говорить очень трудно. Студенты-юристы на практике убеждаются, что интересы граждан ущемляются гораздо чаще, чем мы представляем. В ХГУ действует юридическая клиника, где преподаватели и студенты оказывают бесплатные консультации для социально незащищенных категорий населения. Чаще это семейные дела, то есть бракоразводные, раздел имущества. Также вот обращаются люди с тем, что были какие-то допущенные ошибки при выдаче паспортов. Все те законы, которыми мы руководствуемся, осуществляя помощь, помогая людям, они все-таки основаны на положениях Конституции. Конституция, по мнению участников круглого стола, предоставляет гражданам большой комплекс прав и свобод, которыми они не всегда умеют пользоваться и даже не знают, как это правильно сделать. Функция общественная палата, я вижу, одна из функций, как раз просвещать и объяснять людям, что оказывается можно собираться на какие-то собрания, что их решения имеют законную силу, что они могут своими решениями поправлять деятельность, в том числе и руководителей их населенных пунктов, и принимать, и участвовать в составлении бюджета, и так далее, и так далее. Когда люди это поймут и начнут этим пользоваться, тогда все вопросы, связанные с реализацией прав, просто отпадут сами собой. В Хакасии такого примера пока нет, но в Астраханской области люди на поселковом сходе решили, что им лучше жить на чистой и хорошо освещенной улице, и заставили местных чиновников нарушить планы по приобретению нового служебного автомобиля и благоустроить территорию. Жительница Саиногорска нашла 77 тысяч рублей и отнесла их в полицию. На одну из троек города она подобрала куртку, в карманах которой были паспорт, пенсионное удостоверение, две банковские карты и 77 тысяч рублей наличными. Женщина незамедлительно принесла свою находку в полицию. Целую неделю искали владельца столь ценных вещей. Лишь через 7 дней он пришел в отдел полиции. При этом мужчина так и не вспомнил, когда и где потерял куртку. Но его благодарность женщине, нашедшей деньги и ценные вещи, была искренней. Оказалось, что 77 тысяч были кредитом, взятым в банке. Кредиты на образование станут доступнее. В правительстве России подписано постановление, благодаря которому получить деньги в банке можно будет и на вторую, высшую, и на ученую степень. Напомним, возможность взять в суду на образование существует уже около пяти лет. Но, как показала практика, такие кредиты не особо популярны у абитуриентов. Почему? Расскажем в следующем сюжете. В жизни рядового студента, через несколько лет видящего себя дипломированным специалистом, есть несколько вариантов найти деньги на этот самый диплом. На обучение можно взять небольшой кредит или материальную помощь окажут родители. И то, и другое не очень радует. Небольшие потребительские кредиты кусаются процентами, а быть на содержании родственников во вполне взрослом, 18-летнем возрасте, как-то не солидно. Надежда – одна из тех студентов, в котором бюджетное место в ВУЗе не досталось. За профессию биоэколога по 70 тысяч в год платит вся родня. И мама с папой, и бабушка с дедушкой. И сегодня главная цель девушки – взять все расходы на себя. Это у меня мечта просто. Ну, чтобы они за меня никогда не платили. Ну, как сказать, не платили за меня. Как бы я вообще мечтала перевестись на бюджет. Думаю, я стараюсь, учусь. Это в идеале, если не получится с переводом, рассматривает и как вариант обращение в банк. Кредит, я думаю, это будет огромная помощь для студентов. Эта самая помощь и сегодня, кстати, вполне доступна. Во многих банках уже несколько лет есть специальные предложения. Условия у всех примерно одинаковые. Ставка не больше 12%. Ссуды дают на срок до 11 лет. Сегодня рассчитывать на деньги могут как студенты ВУЗов, так и профтехучилищ. От вас договор, справка из Альмаматор, счет на оплату. От банка необходимая сумма, но не наличностью, а прямым переводом на счет образовательного учреждения. Даже если вы захотите оплатить за все годы сразу, банк будет перечислять необходимую сумму раз в семестр. При всей заманчивости условий за время работы образовательной кредитной программы по России было выдано около тысячи кредитов, примерно на 200 миллионов рублей. Сумма в масштабах страны ничтожная. Банки признают, этот кредит у населения не востребован. Возможно, это связано с тем, что этот кредит недостаточно разрекламирован. Стоимость обучения, она на сегодняшний день довольно-таки доступна. И если говорить о таких учебных заведениях, ну даже республики Хакасия, то эта стоимость в год не превышает, я думаю, 100 тысяч рублей. Поэтому многим родителям может быть по силу обучать своих детей самостоятельно. А тех же, кому на родственников рассчитывать не приходится, позаботилось государство. Кредиты на образование в ближайшее время станут доступнее. По новому закону студент может получить ссуду и на сопутствующие образованию цели, например, на свое содержание во время учебы в другом городе. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Это были все новости к этому часу. Хороших вам выходных. Увидимся на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова